В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Все ближе к звездам. На космодроме Восточный обсудили перспективы Самарского Аэрокосмического университета. Второй пошел. Космонавт Олег Кононенко стал послом Самары чемпионату мира. Охотники за привидениями. Областной Роспотребнадзор объявил войну контрафактным продуктам питания. Подарок к юбилею. К 50-му дню рождения Старозагора преобразится. Десятки проектов советской эпохи в одном зале. В Самаре начался форум архивистов. Космодром Восточный готов к первому запуску ракеты-носителя. Союз-2.1а производства Самарского прогресса выведет на орбиту несколько спутников. Во время визита на стройку века заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин провел заседание Наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета. В нем также принял участие губернатор Николай Меркушкин. За последний год СГАУ поднялся в рейтинге вузов и сейчас университет – главная кузница кадров для космодрома Восточный. В этом году на развитие научной деятельности ВУЗ получит полмиллиарда рублей из федерального бюджета. Участники совета обсудили план реализации программы повышения конкурентоспособности с ГАУ до 2020 года и вопросы подготовки инженерных кадров для ракетно-космической отрасли. Подробности в нашем сюжете. Еще немного и ракеты-носитель Союз-2.1а отправится в космос. На главной стройке века космодроме Восточный завершается подготовка к первому старту. Союз, изготовленный на РКЦ «Прогресс» выведет на орбиту три спутника, один из которых АЭС-2Д создан учеными СГАУ и специалистами РКЦ «Прогресс». «Именно в Самаре изготовлена большая часть космических аппаратов, которые будут также запускаться во время первого пуска. Ракеты, как вы видите, уже находятся на стартовом комплексе на гневом кольце. Она проходит, как бы иногда шутим, генеральную примерку». «Мы видели в цехах, в огромных цехах, в огромных просто, где предстартовые, скажем, работы ведутся и с ракет-носителями, и с спутниками. Там есть специальные помещения самарские, куда приходят наши аппараты. Мы видим, уже стоит наша ракета установлена. К аппаратам нашим никаких вопросов тоже нет. Полная готовность». Во время визита на космодром «Восточный» заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин провел заседание наблюдательного совета Самарского государственного аэрокосмического университета. Вице-премьер особо отметил, сейчас каждый четвертый выпускник в стране выбирает дополнительный экзамен по физике. Это наилучший показатель возросшего интереса к космонавтике и авиации. В этом году СГАУ сделал большой качественный рывок и поднялся в рейтинге вузов на ступень выше. Сейчас перед университетом стоит задача готовить специалистов мирового уровня для космической отрасли. «Несколько сотен студентов здесь будет, и я думаю, что будет неплохо, если будут тоже здесь ваши ребята. Потому что есть на что посмотреть, строится город. Хотелось бы, чтобы «Восточный» стал студенческой мягкой. Особенно для тех студентов, которые действительно видели для себя перспективу работы в рамках ракетокосмической промышленности». Участники совета одобрили четыре стратегических направления, которые выбрал для себя Самарский университет. Аэрокосмическая техника и технологии, двигателестроение, обработка информации и фотоника. А также направление, связанное с присоединением «Самгу» и ориентации его естественно-научных направлений на аэрокосмическую сферу. «Определены конкретные, будем говорить, проекты, которые это помогут сделать. Это создание новых материалов, это и биотехнические и биомедицинские системы, о которых говорил Рогозин, которые не только в космосе нужны, но и которые можно в космосе получать, в частности, новые лекарства, новые какие-то инструменты и технологии». По завершению испытаний Роскосмос объявит обратный отсчет до пуска ракеты-носителя. Дату определит Госкомиссия полетным испытаниям. До конца этого года на Восточном планируют завершить строительство первой очереди. Второй этап рассчитан до 2021 года. За это время планируется подготовить мощный стартовый комплекс под ракету «Ангара». К 2023 году должна быть полная готовность к первому пуску экипажа. Лариса Шлафаст, События. Самара – столица космическая, а в 2018 году станет еще и одной из футбольных столиц России. Сегодня назвали имя еще одного посла чемпионата мира. Этот человек известен во всем мире и даже за его пределами – космонавт Олег Каноненко. Вместе с главой Самары Олегом Фурсовым и исполняющим обязанности министра спорта Самарской области Андреем Хариным он подписал соглашение о сотрудничестве. Посол чемпионата побывал в музее Самара Космическая и на тренировочной базе команды «Крылья Советов», где открыл товарищеский матч между сборными завода «Прогресс» и ветеранов «Крыльев Советов». Вместе с Олегом Каноненко этот день провели наши корреспонденты. Кому как незнаменитому космонавту представлять космическую столицу страны на международном уровне, к тому же для героя России Олега Каноненко. Самара – город почти родной. Около 10 лет он работал инженером на заводе «Прогресс». От предприятия и был выдвинут кандидатом в отряд космонавтов. В общей сложности Олег Каноненко провел на орбите 537 суток. Три раза выходил в открытый космос. Теперь станет одним из послов мирового первенства. Футбол – любимая игра миллионов. Я сам люблю играть в футбол. В отряде космонавтов у нас есть футбольная команда. Я со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы продвинуть Самару как бренд, Самару как действительно российскую столицу космонавтики. Много планов в Самаре и на празднование 55-летия полета Юрия Гагарина в космос. Стать участником юбилейных научных конференций пригласят и Олега Каноненко. Большое внимание именно образованию и науке. Объединенный Самарский университет – одна из лучших в стране площадок для новых открытий. Будет построен уникальный Гагарин-центр. Закладываются очень серьезные основы для того, чтобы в развитии губерния и Самара получили новый импульс. Помним, когда город стал индустриальным центром крупнейшим, как мы гордились разработками в сфере космической отрасли, в сфере авиационной промышленности, двигатели строения. Эта память у нас жива. Я думаю, что новая молодежь достойна того, чтобы стать продолжателями вот этих традиций. После официальной части Олег Каноненко отправился в музей Самары космической, где его с нетерпением ждали школьники и студенты, которые тоже грезят космосом. Если бы время встречи не было ограничено, вопросы, наверное, не прекратились. Какие эксперименты проводят на станции, как обеспечивается безопасность. Интересовались и тем, как ладит между собой международный коллектив. Олег Каноненко назвал его космической семьей. И во время экспедиции на МКС в 2015-м это подтвердилось на мировом уровне. С нами приходил на связь Болдин, руководитель НАСА, и он сказал, что будет в целом проект МКС на следующий год выдвигаться на Нобелевскую премию мира. Потому что это действительно то, как мы работаем и дружим на МКС, это модель, которую неплохо было бы перенести и на Землю. Увидел космонавт и кузницу побед самарских футболистов. Экскурсию для посла чемпионата мира провели по тренировочной базе крыльев советов. Подарок от игроков – мяч и футбольная форма в космическом стиле. Надпись на майке – «Каноненко-2018». В рядах футбольных болельщиков и сын космонавта, который спрашивал, подарят ли мяч. Приятно, что у нас есть такие болельщики. Желаю, что у вас сын болеет. Да, он теперь очень заинтересовался. Мяч он ждет. Космос и футбол в Самаре теперь неразлучны. Подтверждение – товарищеская игра между ветеранами крыльев и сотрудниками РКЦ «Прогресс», старт которой дал Олег Каноненко. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Консультативная поликлиника больницы Ярошевского справляет новоселье. Полгода назад медучреждение переехало из старого здания в новую на улицу Запорожскую. И в середине марта после ремонта распахнуло двери для пациентов. Глаукомный и лазерный центр, дневной стационар, отделение для больных с сахарным диабетом, в каком состоянии поликлиника встречает жителей, проверил глава регионального Минздрава Геннадий Гридасов. С ним в рейд отправилась и наша съемочная группа. Пациентка Татьяна Донскова говорит, раньше, чтобы попасть на осмотр к специалисту, ждать приходилось несколько часов. На этот раз не больше 30 минут. Я в Ирошевске там сидела, полдня у меня уже голова прекращалась. Народа очень было много. Сейчас пока нормально. Поликлиника переехала в новое помещение. Находиться в прежнем здании на Новосадовой стало попросту опасно. Новое здание в термологической поликлинике в два раза больше прежнего. Благодаря грамотному распределению кабинетов, здесь теперь могут принимать в два раза больше пациентов. Время ожиданий в очереди сократилось. Мы провели комплекс мер специальных, и поэтому многих пациентов мы принимаем, что называется, с улицы, с колес. А очередь практически по любому вопросу не больше двух недель. Поэтому вот она доступность. Отделение, которое в день принимало 40 человек, сейчас принимает 65-70. Лазерный и глоукомный центры, дневной стационар, передовое оборудование. В год поликлиника глазной больницы принимает больше 100 тысяч пациентов. На вооружении врачей и уникальные технологии. Это находка даже для всего Приволжского федерального округа. Это так называемое офтальмоэндокринологическое отделение. Вы знаете, что идет рост заболеваний с сахарным диабетом. Диабетическая сетчатка – это осложнение встречается все больше и больше. Это потеря зрения. Это, в принципе, личная катастрофа для человека, который теряет зрение. И вот эти предупредительные все мероприятия в значительной степени повышают качество жизни. Добраться до нового здания глазной поликлиники на улицу Запорожской труда не составит. Здесь ходит общественный транспорт. Алина Чемерис, Константин Головин. События. Предприятия «Призраки» угрожают здоровью нации. Роспотребнадзор объявил войну производителям, названия которых есть только на бумаге. Перечень таких марок объявила руководитель управления Роспотребнадзору по Самарской области Нина Сергеева. Речь идет о тех случаях, когда существует зарегистрированный бренд. Но самого завода ни по одному из указанных адресов нет. Кто выпускает явный контрафакт, неизвестно. Тем не менее, такие продукты поступают в продажу. В прошлом году таких заводов «Призраков» было выявлено 8. Сейчас их осталось 5. Но нет гарантии, что фальсификат не может появиться на рынке в другой упаковке. По мнению специалистов, чтобы обезопасить себя, потребителям лучше всего покупать продукты известных предприятий с хорошей репутацией. Единая государственная регистрация юридических лиц, которой мы пользуемся, они там есть. То есть оно где-то существует. Но не по юридическому адресу, не по фактическому адресу данного предприятия нет. Значит, кто-то эту продукцию производит, то ли они, то ли не они, в маркировке ставят. Мы их называем предприятием «Призраки». Ну, такое вот применяется. Вот их было на начало прошлого года 8. Сейчас их осталось 5, вот те, которые я вам перечислила. Из них 2 вроде бы уже прекратили свою деятельность. О том, как экономика реагирует на новые вызовы, расскажет наш обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Хотя нефть держится около вчерашнего уровня 42 доллара 20 центов за баррель, американская валюта продолжает снижение. На 24 марта Центробанк установил курс доллара США на отметке 67 рублей 64 копейки. Курс евро 75 рублей 69 копеек. Золото стоит 2727 рублей за грамм. Серебро стоит 34 рубля 45 копеек за грамм. Согласно мнению аналитиков JP Morgan, снижение доллара должно скоро остановиться, так как фундаментальные причины для падения практически полностью отыграны рынком. С другой стороны, нет причин ожидать и снижения цен на нефть. Европейские индексы под влиянием вчерашних терактов по-прежнему в минусе, а граждане стали откладывать оплату по кредитам в надежде, что скоро отменят коллекторов и можно будет и вовсе не платить. На самом деле суд все равно взыщет, но вот если списать часть долговой нагрузки с россиян, то выход из кризиса может даже ускориться. На сегодня это все. Удачи в делах. А теперь коротко о других темах дня. В ночь с 26 на 27 марта и с 27 на 28 марта до 5 утра будет ограничено движение в районе торгового центра метра. Речь идет об участке от въезда в центр в сторону Крымстагинского шоссе протяженностью 150 метров. Это вынужденные меры в связи с переустройством линий электропередач в рамках реконструкции Московского шоссе. Участок будут перекрывать на всю ширину дороги на 20 минут через каждые 15 минут. Сотрудники завода «Электрощит» получили отравление. Сегодня там внезапно сработала противопожарная система. Хотя пожара в здании не было. После выброса порошка, который используют для тушения огня у 13 работников завода, появилось першение в горле и кашель. Врачи скорой, прибывшие на место, отвезли их в больницу Середавина для обследования. Сейчас их здоровью ничто не угрожает, уже завтра они вернутся на работу. В День космонавтики в Самаре заложат капсулу посланий потомкам. Накануне праздника в Самаре пройдут тематические выставки, флешмоб, конкурсы для детей и научные дискуссии для студентов. Юные фотографы, художники и декораторы могут принять участие в городском конкурсе детских творческих работ «Загадочный космос». Его победителей наградят 11 апреля. 12 апреля на площади перед Музеем Самары Космической пройдет праздник «Навстречу звездам» в программе выступления детского сводного хора, творческих и спортивных коллективов, флешмоб и выставка детского технического творчества. В этот же день состоится закладка капсулы посланий потомкам. Будущим космонавтам посвящается. Суд передано дело 34-летнего уроженца Узбекистана. Дениса Фаттахова обвиняют сразу в нескольких преступлениях, среди которых изнасилование, разбой и покушение на грабеж. По версии следствия, в октябре прошлого года на проспекте Карла Маркса злоумышленник выследил двух школьниц, затем, представившись слесарем, проник в квартиру и изнасиловал несовершеннолетних, затем похитил из квартиры золотые украшения. Задержали его спустя несколько часов после преступления. Дело передано в суд Кировского района. Всероссийский день посадки леса пройдет в Самарской области. В Самаре и других городах региона заложат памятные аллеи, разобьют парки и скверы, посадят саженцы, деревьев и кустарников. Планируется высадить более 4 миллионов саженцев – сосны, дуба, березы, клёна – на площади порядка 600 гектаров. Акция пройдет с 15 апреля по 10 мая. В ней примут участие представители органов государственной власти, местного самоуправления, сотрудники лесничеств, экологических, общественных организаций, студенты, школьники. В общей сложности более 7 тысяч человек. Грандиозное обновление ждет улицу Старозагора в преддверии сразу двух юбилеев. 50 лет с даты основания и 140 со дня, как подружились Россия и Болгария. Этой весной улица преобразится, повсюду высадят цветы, к единому стилю приведут постройки. О грядущих переменах репортаж Алины Чемерес. Свой полувековой юбилей улица Старозагора готовится встретить во всей красе. Вдоль газонов, где сейчас ничего нет, установят вазоны с цветами. Торговые павильоны на этой улице приведут к единому стилю. Те, которые находятся здесь незаконно, снесут. На Старозагоре все должно быть прекрасно. И рекламные конструкции, и фасады, и входы в торговые павильоны. Здесь приведут в порядок газоны, тротуары, спилят аварийные ветки с деревьев. Украшать улицу юбиляра городские власти призывают и предпринимателей. Бизнесвумен Нина Светлова с удовольствием откликнулась. Говорит, если каждый приложит усилия, Старозагора расцветет. Обновляем каждый раз, мы красим фазоны, вот они уже сейчас стоят, ну так, как говорится, дежурят. А сейчас мы их будем расставлять, красить, сажать. Закупаем мы в зеленкозе петуни, мы их будем высаживать, красим все вот эти, отмываем все от зимы. Благоустраивать Старозагору будут в два этапа. Первая очередь – участок от 22-го портсъезда до Нового вокзальной. Вторая – от Нового вокзальной до проспекта Кирова. Мы сейчас на месте, непосредственно помогаем, рассказываем и говорим, что могут взять на себя предприниматели, что можем мы. Есть вопросы, которые нельзя одномоментно решить, есть вопросы, которые можно прям сразу на месте и решить. И 1 мая подавляющее большинство вопросов должно быть или закрыто, или идти к финишу. Мы сейчас обошли несколько домов, выявили объекты, которые не соответствуют эстетическому облику. Мы с ним ведем работу, разъясняем о том, что необходимо содержать фасады в надлежащем образом, в соответствии с рекомендациями управления главного архитектора города. С преображением Старозагора тянуть не будут. Благоустройство стартует уже в апреле, одновременно с генеральной уборкой города. Алина Чемери, Сарсен Сулайманов, События. Знать историю родного края и гордиться своими героями. В музее Алабина открылись 16-е областные юношеские головкинские чтения, названные в честь самарского купца, мецената и художника Константина Головкина, жившего в Самаре в конце 19-го – начале 20-го веков. Чтения посвящены 165-летию Самарской губернии. В них принимают участие ребята от 12-ти до 21-го года, которые подготовили доклады по секциям «Древние вехи истории», «Современная история», «Этнография и региональная культура», «Географическое краеведение». В своих выступлениях они рассказывают о населении родного края, о важных событиях и людях, которые внесли большой вклад в развитие страны. Моя работа о наших земляках, о хлебопашцах. То есть я проследила аграрные реформы России на примере нашего села. По нашим краям проходил путешественник Лепехин, который записывал все свои воспоминания в дневнике. Дневник, который сохранился до наших дней, и мы оттуда взяли очень много информации. Вся страна как один город. Выставка, посвященная архитектуре и градостроительству в СССР, открылась в Самаре. Проекты телестудий, университетов, жилых зданий были рассчитаны на многократное применение. По ним строили одинаковые здания в разных городах. В том, что история, которая легла в основу фильма «Ирония судьбы», действительно могла случиться в любом советском городе, убедилась Алина Чемерес. Здесь показывают развязка автомобильная, здесь группа жилых домов, вот таких вот, однотипных, как бы таких модульных. План застройки территории Казанского авиационного института создан вручную. Тогда в 70-е чертили и раскрашивали без помощи компьютера. На выставке, посвященной архитектуре советских лет, проекты студий Мосфильма, реконструкции Сталинграда, озеленения парков – все из фондов Самарского архива. В советское время здесь хранилась научно-техническая документация всей страны. Если не знать, где расположены эти постройки, в каждом из этих домов многие могут узнать свой. Их строили в 60-е по типовому проекту по всему Советскому Союзу. На фото, например, виды Минска, но точно такие же дома есть и в Самаре. Стадион в Молотовском, на Никировском районе Самары. Он так и не был построен. В архиве есть только фоторепродукция, сам проект не найден. Архивисты объездили весь район, но места, где предположительно мог бы располагаться этот стадион, не нашли. Документов с похожей судьбой немало. Школа номер 28 построена по экспериментальному проекту. Таких было всего три в стране. В ходе эксплуатации многое пришлось изменить. Она вытянута очень сильно в длину. Трехэтажное здание. Для нее специально была разработана мебель для таких школ. Во время эксплуатации выявилось очень много недостатков этих школ. Например, вогнутые доски, на которых неудобно было писать, использовать решины треугольники, линейки. В целом, хотелось, конечно, поблагодарить устроителей выставки, организаторов за прекрасную возможность посмотреть на то, как создавались те, в целом-то остаются уникальные памятники, и больницы, и дома культуры, и стадионы. Они до сих пор живут, до сих пор действуют, поэтому очень интересно посмотреть. Выставка, посвященная архитектуре и градостроительству в СССР, проходит в рамках пятого историко-архивного форума. Познакомиться с проектами прошлых лет можно до 22 апреля. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. В Самаре на базе Академии муниципального управления стартовал уже традиционный конкурс «Юрист будущего». У студентов юрфаков со всей области есть возможность помериться силами на дебатах, а потенциальные работодатели смогут оценить будущих сотрудников. О том, что отличает обычного адвоката от блестящего, расскажет Андрей Трой. Современный юрист должен уметь говорить. Так считают многие профессионалы этого дела. В противном случае защищать интересы государства или клиента будет проблематично. Насколько сильные в ораторском искусстве студенты юрфаков показали дебаты, которые прошли в рамках конкурса «Юрист будущего». Лучших оценили потенциальные работодатели. Конкурс «Юрист будущего» превращается в своего рода площадку, на которой молодые талантливые ребята могут уже сейчас проявить себя, показав свои знания и зарекомендовав себя перед будущими работодателями. С тем, что умение убеждать судей и присяжных – один из главных навыков адвоката, согласны и участники конкурса. Но и знания закона также необходимы. Мне кажется, что в некоторых судах, например, в абитражных судах, важнее все-таки, что написано на бумаге «Знание знакомо». А в каких-то других судах, в общей юрисдикции, важнее намного умение выступать, умение убедить судью, умение убедить противника. Дискуссия в юридическом сообществе о том, что важнее – знать закон или умение красиво говорить – примерно то же самое, что и вопрос о том, что было раньше – яйцо или курица. Ясности практически никакой. Тем не менее, наверное, адвокат, который отличается красноречием, гораздо лучше, чем адвокат, который говорить без бумажки вообще не умеет. Андрей Троек, Григорий Плешаков. События. А теперь пришло время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарский паралимпийц привез бронзу чемпионата мира по велоспорту. Самарские дзюдоисты – третий в России. Баскетболистов Самары потянуло на поэзию перед плей-офф Суперлиги. До старта плей-офф в баскетбольной Суперлиге остаются считанные дни, а игроки клуба Самара настроены на лирический лад и на победу. На тренировке во время перерыва игроки клуба читали стихи собственного сочинения, вдохновились явно творчеством солнца русской поэзии. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и баскетбол, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и плей-офф. Плей-офф, я думал о тебе, плей-офф. Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем это звалось. А вот самарским борцам не до поэзии. На первенстве страны в Мурманске 15-летние юноши и девушки в первый день соревнований показали технику дзюдо – 8 базовых бросков. И предварительно заняли второе место, пропустив вперед себя команду Северо-Западного федерального округа. На следующий день спортсмены соревновались стенка на стенку, заняв пятое место. В итоге сборная Самарской области получила бронзовые медали. Серебро у Центрального федерального округа – чемпионы Северо-Запад. Самарский велогонщик завоевал бронзовую медаль чемпионата мира среди паралимпийцев. В Монтик-Яре, Италия, на старт вышли почти 200 спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В итоге третьим пересек финишную черту самарец Сергей Батуков. Один километр он преодолел за одну минуту и 10 секунд. Отставание от чемпиона мира канадца Иозефа Береню всего лишь одна секунда. Серебро еще у одного россиянина – москвича Алексея Обыденного. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин